Рекламно-информационная программа. Проект выходит при поддержке спортклуба «Прогресс». Маклина 34. Телефон 46 29 46. С Верой в спорт. Добрый день, это программа «С Верой в спорт» у микрофона Вера Власова. Давно мы уже не говорили о таком, может быть, более женском направлении спорта, как фитнес. Но все-таки я считаю, что это любительский спорт, потому что мы здесь достигаем определенных результатов и достигаем целей, которые мы сами себе ставим. И передо мной сегодня наш фитнес-эксперт, Анастасия Дузина, чемпионка фитнес-бикини и тренер фитнес-клуба «Качалка». Здравствуй, Настя. Здравствуй, Вера. С чего начнем? Тема объемная. Тема объемная. Да, я еще, кстати, ее не озвучила. Тема у нас – это групповые занятия. Мы решили сегодня более подробно о них рассказать. И если успеем, я надеюсь, что мы успеем, это остановиться. Мы постараемся. Постараемся, конечно, потому что это как раз очень важно. Скоро Новый год и праздники любые. К ним нужно готовиться. Прийти в форму быстренько. Возможно ли это? А в две недели желательно до праздника. За две недели, за неделю, может быть, за несколько дней. Есть вариант какой-то подготовиться, быстро в тонус себя привести. Вот, Настя, надеюсь, что ты нам об этом еще расскажешь. Ну да, есть такой вариант – пластический хирург. Вариант чуть-чуть помедленнее, но тем не менее эффективный. Это, конечно, фитнес. Вот групповые программы, о которых мы хотим поговорить сегодня. Тема, как я сказала, объемная. Тема такая интересная. Ну, больше, наверное, все-таки для девочек. Хотя, бывает, и мужчины к нам приходят. Они прямо на вес золота. Это ценные экспонаты. На групповые занятия. На групповые занятия. У меня было несколько мужчин на моих занятиях. Ну, в смысле, они стабильно приходили. И я их прямо очень-очень любила. Расскажи, пожалуйста. Ну, женщины, понятно, совершенно, наверное, разного возраста приходят. Совершенно разная весовая категория. Это зависит от направления, кстати. Вот мы к этому вернемся. Да. По мужчинам. Мне просто интересно, что это за мужчины, что ими движет, чтобы прийти на групповые занятия. И почему именно на групповые они приходят. Это тоже в зависимости от вида тренировок? Да. Или это общая какую-то картину может дать? Да, да, да. Нет, это вообще абсолютно интересные экземпляры. Я даже так скажу. У них своя какая-то цель имеется. То есть кто-то у меня ходил на растяжку, например. У меня есть такой... У меня есть такой... Да. Постоянный клиент. Он у меня ходил на растяжку, стабильно. У него была цель именно там, а шпагат съесть, да? Обычно у мужчин, кстати, вот когда они приходят на растяжку, у них бывает какая-то параллельная такая цель. Это, например, какие-то боевые искусства, чтобы дотянуться там до глаза противнику, до уха. Мизинцем правой ноги, да? Да, 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 как вариант. Вот. А кто-то ходил просто на функциональные, например, тренировки, на интервальные. В плане... Они потом в зал спускались, то есть тренажерные. Это, видимо, у них была разминка. Разогрев. Разминка. Ну, как азио, да, наверное? Да, 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 да. Ну, так вот, поэтому мужчины в групповых тренировках, они, конечно, прекрасные. Я их обожаю. Они веселят всех, девочки сразу... Сразу все. Да, да, они... Прихорошились. Они стимулируют девчонок к тому, чтобы они тоже, ну, и за собой как-то тщательнее, наверное, следили. Да, но в этом есть и свои плюсы, и минусы. То есть до этого я работала в фитнес-клубе «Монро». Это только женский клуб, туда не пускают вообще мужчин, в принципе. И вот девочки, которые к нам ходили, они очень радовались, что нет мужчин. То есть они прямо говорят, ой, нам так спокойно, нам так хорошо, мы можем выглядеть так, как хотим. Поэтому вот это две стороны одной медали. А кому-то наоборот. Кто-то любит, чтобы их подстегивали, и вот именно присутствие... Конечно же, челлендж. Да, да, мужчины на групповой тренировке, оно такое интересный момент. А в чем интерес мужчин ходить на такие тренировки, помимо тех целей, о которых мы уже проговорили? Ну, на самом деле, я думаю, что вот мужчины, они же такие, на самом деле, у них есть цель, не вижу препятствий на большинстве своем. Поэтому они четко приходят за результатом. В этом, кстати, мне очень нравится работать с мужчинами, потому что у них есть понимание того, что они хотят получить, и они к этому идут. Вот, девочка, она может в процессе куда-нибудь так уйти в свои какие-то проблемы, мечтания. Не получилось. В процессе тренировки имеешь в виду? И в процессе тренировки, и вообще в процессе достижения цели. Ну, не все, конечно. Надо все равно смотреть индивидуально, все люди разные. Таким может быть и мужчина, и женщина, наоборот, может быть очень целеустремленной. Поэтому это все... Так, разговор ни о чем. Да, даже на групповых тренировках можно учиться у мужчин в постановке цели и именно движению к этой цели. Ну, безусловно. Вообще у людей надо постоянно всему учиться. У всех. У всех. У всех. Абсолютно у всех есть чему поучиться. Даже у тех, у кого кажется, что нечему, ну, это стоит поучиться тогда внутри себя терпению. Да. Совершенно с тобой согласна. Да. Отошли от темы мы с тобой. Давай вернемся к групповой тренировке. Групповые тренировки, да какие они бывают. Да, смотри, мы разделим их на две большие группы для начала. Это интенсивные тренировки и низкоинтенсивные тренировки. То есть тренировки, так скажем, майнд и боди на коврике низкоинтенсивные. К ним мы отнесем пилатес, йоги, растяжки всевозможные, гибкие силы. На статику, да, больше? Кланетика, кстати, вот на статику. Нет, не обязательно это должна быть статика. Это, например, та же йога, ну и очень много направлений йоги, но они все разные. То есть есть йога больше статическая, есть больше такая жесткая, угловатая аштанга, например. Есть вот стрейчинг. Стрейчинг, он тоже бывает, кстати, разный. Бывает он такой более статический, бывает он с интенсивным разогревом. Я любила вести тренировки по стрейчингу. То есть у меня там минут 20 такой интенсивной разминки, чтобы все мышцы, суставы, связки погреть. И потом уже мы сидим, расслабляемся под спокойную музыку. Вот, это что касается медленных тренировок. И нет, они не обязательно. Они могут быть как силовыми, так они могут быть статическими, так они могут быть и медленными. Могут быть чуть более интенсивными, как, например, гибкая сила. То есть тут уже, ну это каким соусом приправишь, как это преподнесешь конкретно в фитнес-клубе. То есть так это и будет. Расскажи, пожалуйста, ну давай несколько вариантов, возьмем тренировок, которые ты проводишь в качалке. Вот, стрейчинг, например, у меня не такое большое разнообразие. То есть вот тренировка на растяжку, стрейчинг. Она очень пользуется популярностью. Ну вот я говорю, что интенсивная разминка. Минут 20 мы так с ними хорошо греемся. И потом мы уже садимся в шпагаты, в основном это шпагаты. Продольные и поперечные? Продольные и поперечные, да. То есть это шпагатика. Или кому-то больше хочется? Их три, получается. Правая, левая, поперечные. Ну все, стараемся, конечно, все успеть за тренировку. При этом люди тоже так интересные, они очень целеустремленные, им так хочется сесть на шпагаты. Это так радостно, когда они видят результат. А вот расскажи, пожалуйста, в чем польза того, что человек... Польза, вообще хорошая растяжка и шпагата, в частности. Хорошая растяжка – это хорошее кровоснабжение. Соответственно, где у нас кровь находится в теле, там и кислород, то есть там питание всех тканей происходит. Также растяжка – это опять-таки движение в суставах. А суставы, как вы все знаете, я надеюсь, у них нет своего питания, они питаются за счет мышц, которые находятся рядом. То есть если мышца кровоснабжена, то и сустав, он будет рабочий, здоровый, там вот эта вот вся суставная... И он будет здоровый и рабочий долго, да, надо полагать? Да. То есть как питание поступает, то есть длительность эксплуатации сустава, она продлевается во времени. Она продлевается во времени, но это надо понимать, что вопрос такой, то есть вот как, например, ты чистишь зубы, или как ухаживаешь за лицом, так и лучше за телом тоже ухаживать постоянно. Понятно, что зубы не выпадут завтра, если ты перестанешь их чистить сегодня. Но когда-нибудь в перспективе, наверное, все-таки придется почистить их еще раз. Так же вот и с растяжкой, так же и с любым движением. А вообще мы вот когда будем говорить сейчас про интенсивные тренировки и силовые тренировки, то мы поговорим поконкретнее о том, как вообще суставы укрепляются, укрепляются мышцы и кости, и связки. Не только мышцы растет в объеме. Это такая интересная тоже тема. Это к вопросу о том, что не хочу уходить в тренажерный зал, потому что у меня мышцы будут расти. То есть здесь есть несколько путей. Здесь есть вообще много подводных камней. То есть, ну, если мы сейчас так вот сказали уже про тренажерный зал, просто так, особенно у девочки, мышцы расти бешеными темпами не будут, если нет какой-то дополнительной фармтерапии, нет каких-то вот приемов препаратов. Ну, давай вот здесь притормозим с тобой с этой темой, потому что она более обширная. И вернемся все-таки к растяжке. Начали говорить. Вернемся к растяжке. Да, а польза того, что это улучшение кровоснабжения, как раз в чем польза гибкости? Да, да, да. Вообще, в принципе, гибкость и чувствование своего тела, вот все эти медленные тренировки, пилатес, йога, растяжка, они немножко разные, но они об одном. То есть они о чувствовании своего тела, а не о том, чтобы немножко соединить голову с телом, потому что очень много людей приходит в фитнес-клуб, вот именно на медленных тренировках это особенно видно, нет абсолютно связи головы и тела. Раскоординация идет, да? Раскоординация и дисбаланс, в том числе внутренний, чувствуется. Но это уже так немножко тоже глубже. Психологические моменты. Да, потому что работая тренером, работая с большим количеством людей, ты начинаешь еще эти моменты подмечать в любом случае. Без этого невозможно работать с людьми. И поэтому, соединяя голову с телом, вот почему еще идет энергообмен с тренером во время тренировки, и они внутри себя как-то решают, видимо, какие-то вопросы. Даже неосознанно это происходит. То есть вот на пилатесе там же она медленная тренировка, та же йога, только более европизированная, если так можно сказать. Внутри себя решаются какие-то вопросы, пусть даже неосознанно, не на осознанном уровне. Но происходит вот это соединение, ток начинает печь. И рефлексия, да, токи, все вот эти вот. Почему именно шпагат? Почему именно шпагат? Ну, вот как-то так повелось, что в фитнес-клубах, в которых я работала, где я вела стретчинг, именно был интересен шпагат людям. Ну, вообще, это традиционно интересен шпагат, но почему? За что его так ценят? Для меня, честно, для меня это тоже загадка. Потому что шпагат – это все-таки акробатический элемент. Я вот так вот, ну, положа руку на сердце, скажу. Это, ну, шпагат – это не совсем про здоровье. Это все равно крайняя мера. Крайняя поза, крайнее положение. Например, в йоге, чтобы выйти в шпагат, там тоже постепенно ты к этому подходишь, и ты постепенно расширяешь границы своего комфорта. А тут ты делаешь это с точки зрения фитнеса, то есть ты разогрелась, такая хоп-хоп, и поехали тянуться. Если ты акробатка, гимнастка, танцор, занимаешься этим с детства, то для тебя в этом нет ничего удивительного. Но когда люди приходят, там, ну, пусть будет 30 лет, начинают этим заниматься и хотят вот сразу сесть, для них, конечно, это бывает очень сложно, и я, может быть, даже не совсем за это. Может быть, стоит походить сначала вот как раз тот же пилатес, либо на гибкую силу, либо на стрейчинг, но стрейчинги, они же разные бывают. Бывает стрейчинг с направленностью больше на спину, на корпус. Да, кстати, есть тренировка в этом отношении «Здоровая спина». Очень классная тренировка, она есть, наверное, ну, не во всех фитнес-клубах, но что-то около того бывает все равно, в любом случае, элегантный возраст ее иногда называют. То есть там такие упражнения ОФП, они бывают с палочками, бывают с пандерами. Вот очень любят, на самом деле, женщины такого красивого возраста, они приходят, занимаются, общаются друг с другом, общаются с тренером. Это, опять же, такое светское мероприятие своего рода. Отдельно мы с тобой, ну, либо сейчас обсуждаем, либо позже. Я тоже хотела сказать, насколько это социализирует. Это очень важно. Обобщает, да, потому что это очень здорово, это общение, само это комьюнити, это пространство, когда общие цели, вот как у тебя там, расскажи, что-то топилось, я вот тут занималась еще дома дополнительно. Это очень здорово, это стимулирует. Это очень стимулирует, это вот особенно чувствовалось, ну, как-то, видимо, тренерская была ближе к раздевалке, вот именно в фитнес-клубе Монро, когда я работала, там действительно у меня были подряд несколько утренних тренировок стояли, и, то есть, ты вот в процессе, там некоторые люди, они пришли с тобой к восьми, и они с тобой тут до одиннадцати, все тренировки твои прошли. И вот, и они друг с другом уже такая, у них сплоченная компания. И, то есть, ты слышишь, что они в раздевалку там уходят, у них на самом деле уже свои какие-то темы. Еще у нас есть там такие прекрасные женщины, они отдельно ходили в тренажерный зал, и вот они приходили тоже в восемь утра, по-моему, и заходишь туда перед тренировкой подготовить зал, у них уже там и про внуков, и про всех поговорить, то есть, у них такая отдельная тусовка там была. То есть, это, конечно, не вопрос, что фитнес-клуб – это место тусовки в том числе. Да, да, согласна, причем для разных возрастов. Причем на базе здорового образа жизни, что здорово. Самая, наверное, одна из самых полезных баз, которые можно выделить. – Давай еще немного по здоровой спине поговорим. Насколько важно вот именно уделять внимание этой части тела, именно спине? – Ой, ты знаешь, это очень важно на самом деле. Спина – одна из более современного человека, потому что мы очень много сидим, у нас постоянная осевая нагрузка на позвоночник, то есть в течение дня, ну, все, наверное, это слышали, что мы становимся сзади немножко ниже, чем есть, за счет сдавления межпозвоночных дисков. Поэтому просто даже полежать на коврике – это уже благодатное для спины занятие. – А лучше повисеть, наверное, где-нибудь? – Ну, лучше повисеть. Но кто же это делает, да, вот так вот, без пинка со стороны? Поэтому приходите на пилатес, на здоровую спину. Пилатес, оно же тоже на самом деле про спину. Оно про мышцы корпуса, про осознанное понимание кора именно. То есть там очень много разговоров про внутренние… – А про кора расскажи сразу же. – Вот, я сразу же, да, продолжаю. Очень много разговоров там про внутренние мышцы живота, про мелкие глубокие мышцы вдоль позвоночника, которым в жизни мы даже не знаем, где они там находятся, что они есть. А они есть, и они ведь занимают огромную роль в нашей жизни и в здоровье позвоночника в том числе. То есть вот уделяется большое внимание осанке. Именно расправить плечи. – От осанки очень много, от чего зависит, да. – Да, иногда вот этого всего осознанно просто проговорить. Тренер же это проговаривает на тренировке. Этого достаточно для того, чтобы вот так расправить плечи и понять, что у тебя поднялась грудная клетка, поднялась диафрагма, дыхание стало как-то глубже, а ведь ограничение дыхания, гипоксия, то есть это недостаточность кислорода в организме, оно в принципе негативно влияет. Когда у нас недостаток кислорода, то мы и думаем медленнее. – Нам на все органы, да, конечно. – Да, у нас и понятно, что нет никакого питания. Ну, гипоксия, словом, в общем, со всеми вытекающими дальше депрессии и подавленные состояния, потом мы думаем, откуда ноги растут. А ноги растут от того, что мы сутулимся, на самом деле у нас опущена грудная клетка, опущены диафрагмы, и лёгкие не раскрываются до конца, поэтому ходите на пилаты, сходите на здоровую спину, это всё важно. Есть, конечно, люди, которым скучно на этих тренировках, ну, потому что представьте… – Не хватает движения, энергии делать некуда. – Да, потому что ты час занимаешься себе погружением, раскладываешься на коврике, выпрямляешь спину, то есть людям бывает скучно, конечно, особенно таким вот, которые активные, очень энергичные, но даже им я советую всё-таки это иногда перебороть себя и это сделать, потому что это полезно, просто это здоровье в первую очередь. Вот. – Да, и так, здоровая спина пилатес проговорили, переходим дальше к интенсивным. – К интенсивным, да, можем перейти, можем даже плавно перетечь. Я скажу, что пилатес, помимо того, что он направлен на оздоровление, вытяжение позвоночника, укрепление мышц коры, это такая его основная базисная направляющая, куда смотрел Джозеф Пилатес, ну, как я его понимаю, основатель вот этой дисциплины, он ещё может быть и достаточно силовым и тяжёлым направлением, то есть он может быть вообще ни разу не скучным, это тут опять же зависит от тренера. Очень же важно, кто ведёт, какой у него энергопосыл. И так вот, силовые нагрузки, чтобы мы не уходить в тему тренажёрного зала с утяжелениями и тягощениями, пилатес, пожалуйста, он тоже может быть силовой. Как работают силовые нагрузки? Они ведь укрепляют не только мышцы, как я сказала, не только увеличивают их в объёме, они укрепляют и кости, и суставы, и связки. Почему? Потому что у нас есть такая интересная штука, пьезоэлектрический ток, который проходит по тканям, на которых есть нагрузка. Понятно ли я объясняю? То есть там, где есть нагрузка, проходит вот этот ток пьезоэлектрический, и организм принимает решение, что вот это место ему нужно укрепить. Откуда берётся ток? Этот ток... Ой, слушай, я тебе не скажу, но есть такая прекрасная книга, но я потому что честно не помню. Она называется «Миофасциальная поезда». Кто же её автор? Сейчас я, возможно, вспомню к концу эфира, надо сделать себе пометочку. Ну и всё, что мы все можем проверить? Как ещё раз называется книга? Да. «Миофасциальные поезда» либо «Миофасциальные меридианы». Там эта книга больше для тренировок, как раз для массажистов. Там про такую ткань, как фасция, про соединительную ткань. Но помимо соединительной ткани, там очень много интересных фактов. И вот там даже есть картинки с распечатками о том, как укрепляются те или иные ткани в нашем организме. Так вот. Ток. Ток. Так вот ток. И организм принимает решение, что ему нужно укреплять ту или иную ткань. И, соответственно, если у вас есть силовая нагрузка, стабильная, несколько раз в неделю, в идеале раза 3-4, то организм понимает, что ему нужна вот эта вот структура для работы. И он её начинает укреплять. Пусть это будет двуглавая мышца плеча, пусть это будут мышцы выпрямителей спины. То есть абсолютно неважно. Пусть это будут кости, те же, не знаю, малоберцовые, большоберцовые. То есть вы, в принципе, становитесь сильнее и здоровее от любых физических нагрузок в любом случае. Поэтому так важно заниматься физической активностью. Неважно, будут это групповые тренировки, будет это какая-то ходьба. Ну, ходьба – это, ладно, это кардио, мы немножко позже о ней скажем, если успеем. Будут это тренировки в тренажёрном зале. То есть любая физическая активность – это благотворное влияние. Да, можно я здесь приведу тоже пример? В психологии вроде бы есть такое понятие, не понятие, система такая, что если мы о чём-то узнаём, новое слово какое-нибудь, новый термин, у нас ощущение, как будто мы его в первый раз слышим. Но потом, после того, как мы его уже узнаем, у нас он начинает появляться везде. На телеэкранах, в радиоэффер, везде мы его слышим. Оказывается, мы с ним сталкивались-то постоянно, просто это не сознавали. И я так понимаю, вот то, что ты объясняешь, что организм начинает обращать внимание на какие-то места, какие-то ткани, какие-то мышцы, которых он раньше знал в принципе, но раньше он не обращал внимания, не пользовался, да. А на самом деле понимает он, не дурак, что если ими пользоваться, это будет на самом деле эффективнее даже, и приятнее жить, действовать, ходить, передвигаться как-то. Ещё очень здорово, когда видишь результат на самом деле. У нас ещё есть такая штука, как двигательный стереотип, который формируется в зависимости от нашего образа жизни. Ну, например, сидячая работа. Вот продолжим наш разговор об осанке. Сидячая работа, то есть это скруглённая спина, отведённая от позвоночника лопатки, опущенная грудная клетка и, соответственно, опущенная диафрагма. То есть это неполное дыхание. И вот такой человек приходит в зал, мы начинаем с ним работать постепенно, мы выпрямляем ему спину, он там разными способами, и видно даже, как немножко улучшается цвет лица, потому что вот этот кровоток, он восстанавливается, лопатки уже собраны, уже опущены вниз. То есть меняется абсолютно... Уже смотрим, и талия уже появилась, и грудь. Талия, кстати, да. Талия, грудь вообще появляется, когда ты расправляешь плечи. Да, это вообще интересный очень момент. Ещё про пьезоэлектрический ток и про неправильные двигательные стереотипы. Так вот прямо маленькую пометочку сделаем о том, что и они тоже закрепляются. Вот мы, например, сутулимся постоянно, и у нас появляется спазм на вытяжении. Есть такое понятие. И вот мышцы выпрямителей спины, которые находятся вдоль позвоночника, они спазмируются на вытяжении. А мышца не должна так работать. Мышца должна растянуться, сократиться. Да. Растянуться, сократиться. А тут мышца у нас постоянно растянута, и ей постоянно приходится держать спину вот в этом вот скрученном положении. А это тяжело. А это тяжело, и поэтому организм принимает решение, что сделать? Укрепить её. Молодец. Да, молодец организм. А потом вот такие люди приходят на массаж, ко мне в том числе, вот со спазмированными вот этими мышцами, выпрямителями спины, мы их мнём, мнём. Он идёт потом и продолжает жить свою обычную жизнь сутулясь. Поэтому нужен комплексный подход. Поэтому нужен комплексный подход, мы отправляем его на пилатес. Ну или к грамотному персональному тренеру, пожалуйста, тоже как вариант. Упомянула про массаж. Расскажи, пожалуйста, показания, противопоказания к подобного рода тренировкам. К тренировкам или к массажу? Давай сначала при тренировке поговорим. На массаж, понятно, что там лучше всего с врачом проконсультироваться. Для, скажем так, когда человек приходит на тренировки в фитнес-клуб, в качалку, ещё куда-то, он самостоятельно принимает решение, что он хочет этим заниматься. Здорово, если он посоветуется с лечащим врачом, либо с каким-то медицинским экспертом. Но если такой возможности нет, как понять, что мне нужно именно это, а не вот то? Что вот лучшего темы вообще не заниматься? Смотри, тут, конечно, зависит от того, на какое направление ты собрался идти. То есть психологически сначала мои пристрастия, да, какие-то мои интересы. Ну, пусть будет так. Ладно, это будет как бы у нас пункт такой до начала. Да, да, я принимаю решение, куда-то пойти. Да, мы сначала приняли, куда мы пойдём. Ну, то есть нам сначала нужно понять, какой мы результат хотим. Это тоже, кстати, отдельная тема, о которой я хотела бы поговорить. Цель и полагание. Нам нужно понять, какой нам нужен результат, и уже в зависимости от этого нам нужно выбрать направление себе. Потому что, например, мы не должны ждать каких-то жутко похудательных результатов от пилатеса. Ну, понятно, что их там не будет, если только в каких-то крайних случаях. Так вот, что, какие противопоказания, да, могут быть? Ну, если это высокоинтенсивные тренировки, то, наверное, вы подумайте о своём артериальном давлении. Повышенное оно у вас или нет? Если оно повышенное, то, наверное, вам не надо всё-таки на степе скакать. Пойдите всё-таки на коврике полежите. Вот на пилатесе как раз на том же. Если у вас, например, варикоз, то вам противопоказаны нагрузки статичные. То есть та же колонетика и, возможно, даже тот же пилатес и йога, ну, о ней нужно подумать. То есть вам нужны какие-то нагрузки, где ножки были бы по максимуму наверху в течение тренировки. Это какие направления? Ну, кстати, это может быть тот же пилатес. Только вам нужно перед этим оговорить тренеру, что у меня есть такая-то проблема. То есть это, кстати, вообще надо не бояться разговаривать с тренером. О своих ощущениях. О своих ощущениях, о своих противопоказаниях, вообще абсолютно обо всём. Давать ему обратную связь. Это очень важно, потому что тренер человек, и ему так будет проще выстроить программу под вас. А вот расскажи, да, если речь идёт о групповых занятиях, на самом деле тренер, возможно, так, что тренер обратит внимание на какого-то конкретного человека из 15. Вообще, ну, это его задача. Ну, если ты видишь, то есть в какой-то конкретной ситуации или вообще, ну, вот, как факт? Ну, вот ту ситуацию, которую мы с тобой сейчас обсуждаем, что есть, допустим, варикоз у человека, да, пришёл этот человек на пилатес, говорит об этом тренеру, а у тренера ещё там 14. А, нет, если человек уже сказал, то, безусловно, тренер должен уделить ему внимание. Со стороны тренера скажу, что это непросто, потому что у тебя 15 человек, из которых там... У каждого свои какие-то проблемки, свои какие-то хотелочки. У которых 5, например, ходят давно, они всё знают, всё умеют, они делаются быстрее остальных, ну, это такой немножко момент такой эго. Остальные, например, там, ещё 5 человек, они немножко потупливают, правую с левой рукой путают, и вот у меня ещё один человек, у которого варикоз, и то есть надо как бы на всех угодить, чтобы этим было не скучно, чтобы те успели, и чтобы с варикозом тут у меня вены не лопнули на ногах, извиняюсь. Вот, поэтому... Но это задача тренера. Это задача тренера, тем не менее, он должен её выполнять, и я выполняла, и все выполняют на самом деле, в большинстве своём. То есть этим спичем мы подчёркиваем, о том, что не нужно бояться, нужно подходить. Да, обязательно. И ты обязан тренеру обращать внимание на вашу ситуацию. Конечно, тренер обязан обращать внимание, но вы должны понимать, что он тоже не экстрасенс, и он не может прочитать, какая у вас проблема. Вот, это важно, что тренер не экстрасенс. Да, скажите, когда есть, и скажите. Да, то есть есть, конечно, вещи, которые видно, но там побледнел у человека носогубный треугольник, значит, наверное, пора его снять уже с дорожки сбеговой. Вот, а с варикозом тут на самом деле, или со стихандрозом с тем же, с протрузией в поясничном отделе. Тренер не знает, что она у вас есть, особенно на групповой тренировке. То есть, если мы сегодня про ней говорим. Понятно, что персональная, ты спросишь там анамнез жизни у него, что у него болит, а тут нет такой возможности. То есть, всё равно ты детально со всеми не поговоришь, поэтому, если есть какие-то проблемы, вы тренеру скажите. Вот, а так, вообще, ещё есть такие замечательные люди, как администраторы в фитнес-клубе. И когда ты приходишь, они тоже должны так проконсультировать тебя по-хорошему. То есть, ты говоришь, например, у меня есть такая-то проблема, вот у меня там сколиоз, грудного отдела позвоночника, на какое направление вы мне посоветуете пойти? И вот она уже вам... А, даже так. То есть, даже перед, когда мы приходим, первое наше знакомство с фитнес-клубом, с центром каким-то спортивным, мы уже вот с администраторами с девушкой можем поговорить. Ну, тут тоже главное не бояться. То есть, когда ты приходишь в фитнес-клуб, часто же бывает такое ощущение, что вот я пришёл тут немножко похудеть, и как бы я такой маленький, незаметный, я вообще тут потихонечку возьму абонемент и пойду... В тихушку. Да-да-да, пойду встану в угол зала. Обычно так же, ну, чаще всего бывает так. Нет, надо открыть гордо дверь, сказать, я готова. Я готова худеть. Да, я готова худеть. Расскажите мне, что у вас есть в меню, огласите весь список. Вот, встать рядом с тренером, прямо перед зеркалом, чтобы он уже видел вас, чтобы больше вам уделял внимания. Ну, это всегда беспроигрышный вариант, встать рядом с тренером, потому что вы будете у него мелькать перед глазами, и будете справлять ваши ошибки. А когда там... Дверь и место, конечно. Да. А когда ты находишься далеко, где-то там, в четвертом ряду, он, ну, если тренер хороший, он добежит, конечно, до тебя, то он пальчиком ткнет, где колено не должно выпадать за середину стопы. А так, ну, лучше все равно поближе быть. Да, у нас, Настя, как всегда, не хватает времени на то, что мы хотим озвучить. Осталось буквально пара-тройка минут. Не успели мы с тобой договорить про интенсив. Я предлагаю это тоже взять отдельной темой, так же, как и целеполагание, которое ты вот сегодня, девочка, сделала. Абсолютно согласна. Обязательно возьмем, если ты нас поддержишь, Настя. Я, кстати, вспомнила автора книги. Майерс. 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 Меофициальная поезда. То есть для собственного развития, для понимания собственного тела и процессов, которые там происходят. Она очень красивая, кстати, просто. И всем тренерам советую почитать. Вот, в первую очередь. Ну что, у нас осталось несколько минут. Давай экспресс-анализ, как можно подготовить свое тело к Новому году. Бежим к Новому году. Ну что ж, если вы начали готовиться прямо сейчас, то... Находясь в офисе. Находясь в офисе, да. Вот вы посмотрели, что вторник, 8 часов вечера, нам бы пора начать. Что мы будем делать? Мы, наверное, ну, перед корпоративом вечером не будем хотя бы пить 10 кружек чая или кофе там вечером, как мы любим, чтобы хотя бы не отечь. Постараемся, ну, если вот мы говорим такой прямо экспресс-экспресс вариант, у нас завтра корпоратив, завтра надо выглядеть хорошо. Вот день, хотя бы день, в идеале там, ну, пусть это будет неделя или две недельки, мы немножко урезаем углеводы, потому что углеводы, они все-таки держат водичку. Углеводы, это что у нас? Простые углеводы. Хлебушек. Это хлебушек. Пирожочки, сладости. Да, хлебушек в основном, причем беленький. Это вареные, кстати говоря, овощи. Ну, картошечка там ту любит. Это, знаешь, как анекдот. Как жареная картошка, не овощ? Вот жареная картошка, не овощ. Вареная тоже. Ну, вареная, с ней еще можно поспорить, но ее лучше пока тоже убрать. Пусть уберем всякие вареные свеклы, вареные морковки. В общем, по максимуму все сладкое. Свежее, да, максимально свежее. Да, все сладенькое мы убираем. То есть поменьше, пожалуйста, углеводов. Можете сделать акцент на овощах, ну, неделю потерпите, ну, вам надо там килограммчик. А потом уже привыкнете. Ну, не факт, конечно, будем реалистами, но вдруг с кем не бывает. Так вот, постараться недельку подержаться, там, поменьше углеводов, вот этого всего сладкого, а потом на корпоративе отъедитесь, если что. Да. Я этого не говорила. Вот. За день, ну, вечером, перед корпоративом уже вечером тоже ничего не ешьте. Ну, в смысле, высокоуглеводного, наоборот. Постарайтесь не напиваться воды, чтобы не было отечности. Кстати, отечность лица, это тоже такая отдельная тема. Очень интересно, как лицо перестаёт опухать вот на сушке, например. Когда у меня были соревнования осенью, это было просто замечательно, когда ты каждое утро просыпаешься, и ты как будто вообще... Подтам ты такая свежая, да? Да, ты вообще не спала как будто. Ну, в плане того, что... В хорошем смысле. В хорошем смысле, да. В плане того, что у тебя ничего не опухло. Ну, зато ты ложишься голодная. Вот, например. Здесь свои минусы, свои плюсы. Да, здесь свои минусы, свои плюсы. Что касается тренировок перед Новым годом, какой-то интенсив прям мощный. Можно зарядить как-то? Есть ли в этом смысл? Зарядить-то, конечно, можно интенсив. Ну, пусть это будут кардио-тренировки. Начинать там какую-то силовую подготовку, например. Наверное, уже за неделю нет смысла. Добавить кардио просто для тонуса, для румянца. Почему бы и нет? Можете сделать там 3-4 тренировки на неделю. Побегайте, разгрузитесь. Плюс с низкоуглеводной диетой. И вообще это может дать за неделю пару килограмм. Но надо понимать, что это будет в основном вода. И она как ушла, она так и придёт. Всё-таки пролонгированный результат требует более долгого действия. И об этом мы поговорим. О полонгированном результате, о способах его достижения мы будем говорить, я надеюсь, в следующих наших программах. На сегодня вынуждены закончить. Поэтому всем успешных подготовок. Рецепт мы все от Насти услышали. Спасибо большое. Надеюсь, что было полезно. Да, всегда, кстати, полезно. Спасибо тебе за это. Анастасия Дузина, чемпионка фитнес-бикини, тренер фитнес-клуба «Качалка» сегодня была у нас в гостях. Говорили мы о групповых тренировках. Побольше сегодня поговорили о... Низкоинтенсивных. Низкоинтенсивных. Надеюсь, что потом ещё об интенсивных поговорим. Анастасия, спасибо большое, что пришла. Всегда рада. Всего тебе хорошего. И до новых встреч. Спасибо. До новых встреч. С Верой в спорт.